МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире ЛРТ, программа Итоги недели. В студии Андрей Лобанов. Коротко о главных событиях прошедших дней. Ежедневно у нас работают порядка 25 бригад, по 3-4 человека. Зима не дает коммунальщикам расслабиться. Как они справляются с последствиями снегопадов, расскажем в выпуске. Всего в Люберевском округе 11 адресов, 11 контейнерных площадок для утилизации елей. И 12 адресов у нас мегабан. Чтобы новогодняя красавица смогла принести еще пользу, запустили акцию «Подари свои елки вторую жизнь». СМИ, если мы говорим в таком широком смысле, то она у нас на территории реально замечательная. Глава округа провел встречу с журналистами в свободном формате. Самбо в целом очень хороший выбор для спортсмена. В триумфе состоялись соревнования по самбо. Об этом смотрите в финале выпуска. А теперь подробнее об этих и других новостях. Еженедельное оперативное совещание прошло в администрации городского округа Люберцы. Главе муниципалитета отчитались в проделанной работе руководители структурных подразделений, начальники силовых ведомств и представители экстренных служб. С докладами спикеров ознакомилась и наша съемочная группа. 1900 обращений получили люберецкие полицейские на минувшие недели. Из 28 уголовных дел, возбужденных за отчетный период, стражам порядка удалось раскрыть 23. На территории обслуживания ведомства произошло 214 ДТП. У сотрудников Люберецкого гарнизона пожарной охраны на прошлой неделе было 35 выездов по сигналу тревоги. На территории городского округа произошло 5 возгораний. Ни одно происшествие не стало причиной гибели или травмирования людей. 10 января Люберца, улица Кирова напротив дома 7, загорание легкового автомобиля BMW X5, загорание моторного отсека на площади 3 квадратных метра, в итоге без пострадавших. 10 января загорание легкового автомобиля ВАЗ-2115 на адресу Томилина, улица Крамзина, дом 36, загорание автомобиля по всей площади на 6 квадратных метров. Система ЖКХ городского округа Люберцы работала в штатном режиме. Аварийных отключений не зафиксировано. В единую диспетчерскую службу поступило более 4 тысяч обращений. Основная тематика – начисление за жилищно-коммунальные услуги. Также управлением ЖКХ ведется мониторинг обращений поступивших по системе инцидент. Вопрос наледь сосульки на кровле. В связи с тем, что потепление было, сразу образование у нас наледи сосулек. Данный вопрос у нас взят на контроль по всем управляющим компаниям. В проделанной работе отчитались сотрудники управления благоустройства и дорожного хозяйства, а также представители экстренных служб и здравоохранения. По словам главного врача Люберецкой областной больницы Дмитрия Семенцова, на данный момент в ковидных госпиталях городского округа находится 218 пациентов. Более 5 тысяч человек, зараженных коронавирусной инфекцией, лечатся дома. Зима продолжает щедро засыпать снегом в Московскую область, а коммунальщики справляться с последствиями таких сюрпризов. Работа подрядных и управляющих компаний сейчас находится на особом контроле, как со стороны жителей, так и властей. В этом убедилась наша съемочная группа. Новая порция осадков вывезла на дороге городского округа весь снегоуборочный арсенал. В первую очередь, внимание направлено на вылетные магистрали, такие как Егоревское шоссе. Обильные снегопады не должны препятствовать и без того плотному движению. В том, что коммунальная техника справляется с работой, лично убедился глава округа Владимир Ружицкий. На придомовых территориях тем временем тоже кипит работа. И если в начале зимы требовалось убирать снег только с земли, то сейчас из-за резких перепадов температуры от осадков и сосулек освобождают крыши домов. Бригады альпинистов работают в режиме нон-стоп. Ежедневно у нас работают порядка 25 бригад, по 3-4 человека. Дополнительно к ним мы привлекаем сотрудников РСУ, то есть это наши сотрудники плоские кровли, также очищаем. То есть на сегодняшний момент на кровлях порядка 40-50 человек у нас работают в каждом поселении. В зоне ответственности Люберецкого городского жилищного треста более 800 многоквартирных домов. Как управляющая компания справляется с работой в непростых зимних условиях, Владимир Ружицкий проверил, осмотрев двор на улице Южная. Здесь, в частности, Южная-28, я оцениваю, что все неплохо, здесь ЛГЖТ обслуживают. В Томилино есть разные дома, как и у Красково. Просто есть задача в ближайшие сутки-двое эти дороги почистить, тротуары надо удерживать. Глава городского округа напомнил, что сигналы о некачественной уборке снега можно отправлять ему на почту или социальные сети. Обращения, оставленные в интернете, рассматривают по такому же принципу, если житель пришел на личный прием. Луиза Игия-Зарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В администрации состоялось заседание Комитета по безопасности дорожного движения. Представители Люберецкого ГИБДД обсудили нововведение с руководством транспортных предприятий округа. С 1 января 2022 года на всех регулярных городских маршрутах общественного транспорта должен быть установлен тахограф. Устройство фиксирует скорость, пробег, режим работы и отдыха водителей, помогает при решении споров при ДТП. Подняли вопрос о создании инструкции для водителя общественного транспорта, которая поможет избежать конфликтных ситуаций и защитить сотрудников транспортных компаний. Много, соответственно, сейчас фиксируется в Инстаграме, в разных социальных сетях информации, выкладывает то, что хочется, и никто не разбирается и делает поверхностные выводы. Водитель всегда у нас остается виноватым, независимо от того, кто был зачинщиком или кто спровоцировал конфликт. На заседании также обсудили вопросы о правильной перевозке детей на школьных автобусах и о штрафных санкциях за остановку в неположенном месте. Реализация инвестиционных проектов и формирование благоприятного инвестиционного климата. В администрации городского округа Люберцы прошло совещание с представителями бизнеса. На встрече обсудили итоги, проделанные за последние годы работы, а также заключили ряд соглашений с руководителями промышленных предприятий. Подробности в сюжете нашего корреспондента. Объем инвестиций в экономику Люберец за 2021 год составил 48 миллиардов рублей. В городском округе создано более полутора тысяч рабочих мест. По сравнению с прошлыми годами эти показатели выросли в несколько раз. Несмотря на то, что пандемия по-прежнему диктует свои условия, промышленные и торговые предприятия продолжают работать и развиваться. Люберецкий городской округ, по сути, столичный регион. И здесь, как нигде, либо вопросы экономики, привлечения инвестиций. А мы говорим о привлечении инвестиций, потому что это в будущее. Это доходы бюджета, это налога, облагаемая какая-то будет база с точки зрения имущества, с точки зрения создания рабочих мест. В настоящее время в городском округе в стадии реализации 83 инвестиционных проекта. Совсем скоро начнется строительство многофункционального логистического комплекса «Томилино-парк». На земельном участке площадью 19 гектаров будет создано 75 тысяч производственно-складских помещений и до тысячи рабочих мест. Глава Люберец Владимир Ужицкий, инвестор проекта, подписали соглашение о сотрудничестве. «Чувствуется поддержка плечом, Владимир Петрович. Мы решили развиваться еще далее, заходить в другие сектора и укореняться за расходы в бюджетности». Еще одним знаковым событием стало вручение соглашения о предоставлении земельного участка весоизмерительной компании «Тенза-М». На площади полтора гектара построят производственный цех для выпуска новой линейки продукции. Благодаря инвестиционному проекту будет создано 20 новых высокопроизводительных рабочих мест. В городском округе Люберцы продолжается борьба с нелегальными торговыми объектами. Капитальные строения, построенные незаконно, подлежат сносу. Тему продолжат мои коллеги. Продуктовый магазин на автобусной остановке «Высшая школа», по словам местных жителей, работал более 10 лет. Одни люберчане привыкли ходить сюда за покупками, другие не обращали внимания на него. «Я здесь не пользуюсь магазином этим, ни разу там не была». «Игоревский вроде магазин был, теперь закрыли. И так полно магазинов. А там как к людям, у каждого своё. Народу много было. Порой иногда очередь стояла». Здание магазина построено нелегально. Согласно 222-й статье Гражданского кодекса Российской Федерации, к самовольным постройкам относятся строения, возведённые на непредназначенных для этого участках. Отсутствуют необходимые для объекта согласования и разрешения. «Арбитражный суд признал данное строение незаконным. Оно было построено с нарушениями строительных норм и правил, и санитарных норм. Администрация проводит мониторинг, выявляет такие объекты и выходит с исками в суд. С исками в суд мы выходим только по капитальным строениям». За последние два года демонтировали около 15 объектов. Сейчас в стадии решения суда находится ещё одно капитальное строение, расположенное на Октябрьском проспекте. Контроль размещения торговых зданий позволяет сохранить благоприятный вид округа. Дмитрий Гринчев, Богдан Колесников, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Состоялась 26-я отчётно-выборная конференция местного отделения партии «Единая Россия». В её работе приняли участие 123 делегата, которые представляли все 136 первичных организаций городского округа Люберцы. На конференции единороссы подвели итоги пятилетней работы. В местном отделении партии реализуется 16 партийных проектов. Из них 14 – это федерального значения и два – муниципального. За пять лет в рамках проектов проведено порядка 2500 мероприятий. Наибольший отклик у жителей получил проект «Городская среда». Партийцы участвуют в реализации государственных программ по благоустройству, развитию городской среды, обустройству рекреационных зон. Таким образом, удалось завершить благоустройство парка «Лапса» в Томилине, строительство ледового катка в Наташинском парке, а также ряд объектов внутри дворовых территорий, спортивных и детских площадок. «Отдельного внимания заслуживает проект «Единая Россия. Добрая комната». Любицы стали одним из первых в частях кругов, развивающих специальные игровые зоны для пациентов детских больниц. Первая «Добрая комната» появилась у нас в 2019 году в Центре охраны материнства и детства. С марта 2020 года на территории округа работает волонтерский центр при местном отделении партии «Единая Россия». Владимир Ружицкий поблагодарил добровольцев из числа парт-актива, депутатов, членов Молодой гвардии, студентов и неравнодушных людей, которые внесли свой вклад в поддержку жителей и медицинских работников в период пандемии. Такая конференция, как сегодня, она нас привлекает именно тем, чтобы посмотреть, проанализировать, а вот что конкретно мы еще должны делать. Мы должны очень быстро перестраиваться, чтобы каждый наш житель чувствовал, что он не одинок, что в любой ситуации ему будет оказана поддержка и помощь. «Я считаю, что те задачи, которые перед нами ставит Московское областное региональное отделение партии, местное отделение с ними справляется. Да, недосчеты есть, недосчеты есть у всех. Кто не работает, тот не ошибается. Если мы видим, что у нас есть какие-то недоработки, мы начинаем их поправлять, над ними работать, и в результате устраняем недостатки». Участники конференции положительно оценили работу местного отделения партии. После отчетных выступлений состоялись выборы секретаря местного отделения и нового состава полицовета. Были определены кандидаты, выборы прошли путем тайного голосования. Свою позицию сохранил нынешний секретарь местного отделения партии Владимир Ружицкий. В состав полицовета избрано 20 человек. По решению делегатов местное отделение партии на региональной конференции будут представлять 14 люберецких единороссов. В завершении конференции были намечены планы работы и основные задачи на текущий год. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Михаил Хайкин посетил парк Наташинские пруды. Министр благоустройства Московской области оценил состояние парка и рассказал о планах по облагораживанию. Подробнее в нашем сюжете. Наташинские пруды появились в начале 20 века. Инициатором их создания был купец Евгений Скальский. Водоемы названы в честь его дочери. В 90-е годы парк был заброшен. Его восстановлением занялись в 2013 году в рамках губернаторской программы парки Подмосковья. В сравнении с тем, что было, а я здесь живу все время, конечно, парк значительно преобразился. И много людей сюда приходят гулять. И очень приятно. Спасибо большое, что у нас есть такой парк замечательный. Этой зимой с появлением нового современного катка популярность парка возросла. Сюда приезжают отдохнуть люди со всего Люберецкого округа. Живем мы не рядышком. Приехали специально на каток. Там атмосфера просто замечательная. Музыка играет, дети веселые. Настроение создается зимнее. С проверкой благоустройства Наташинского парка приехал Михаил Хайкин. Колесо обозрения, аттракционы, пруды, готовящиеся к крещенским купаниям купель. И самый популярный в Московской области каток впечатлили министры. Сегодня мы пришли посмотреть, как работает каток, который был установлен по программе губернатора Московской области Андреевича Воробьева. И действительно видим, что это положительно востребовано жителями. Мы видим, что почти 200 человек сейчас находятся и в пункте проката, и в ожидании, и непосредственно на льду. Министр благоустройства Московской области сообщил о запланированной в этом году реконструкции парка Наташинские пруды, которая продлится два года. При облагораживании территории будут учитываться пожелания жителей округа. Наташинский парк станет еще лучше. Дмитрий Гринчев, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Православные христиане отпраздновали крещение Господне. В округе были оборудованы три иордании. В парке Наташинские пруды, на Малаховском озере и Кореневском карьере. Как прошли крещенские купания в Люберцах в нашем следующем сюжете. Желаю здоровья, благодати Божией. Нужно стремиться к свету, к благодати, и тогда точно все воздастся. Поэтому, дорогие друзья, с праздником! Берегите себя! Сотни людей собрались в Люберцах отметить один из главных христианских праздников. Священник Иоанн Сипович из Свято-Троицкого храма в Наташине совершил богослужение и осветил иордань на наташинских прудах. Владимир Ружицкий вместе с маленькими люберчанами выпустили в небо белых голубей. И в честь праздника разразился фейерверк. Начались крещенские купания. Окунуться три раза и перекреститься – часть ритуала. Считается, что таким образом исцеляются многие недуги. Отлично! Ощущения непередаваемые. Занимайтесь спортом, закаляйтесь, берегите здоровье, не болейте. Воодушевление даже появилось определенное. Желающих окунуться в купели оказалось немало на Кореневском карьере в Малаховском озере. У Иордани выстроилась целая очередь. Великолепно! Супер огонь! Сейчас по второму кругу пойду. Отличные ощущения. Купаюсь уже не первый раз. Только приятные впечатления радует. Всегда жду это число, чтобы окунуться с праздником. Рядом с местами крещенских купаний были установлены теплые раздевалки. Предусмотрен горячий чай и сладости. Контроль за безопасностью осуществляли сотрудники МЧС и врачи. В рамках губернаторской программы «Зима в Подмосковье» в Люберецком округе запустили экологическую акцию «Подари свои ёлки вторую жизнь». 12 пунктов уже готовы принять новогодние деревья. Тему продолжат мои коллеги. Новогодние праздники подошли к концу, значит самое время вынести ёлку из дома. Главное сделать это правильно. Наша редакция решила приобщиться к экологической акции «Подари свои ёлки вторую жизнь». Среди единомышленников мы встретили жителей округа. Вот, всё, прошли новогодние праздники, встретили Новый год. Жалко, конечно, такую красивую ёлочку выкидывать. Ну а что делать? Ольга Жукова решила не просто избавиться от ёлки, а оставить её в специальном пункте приёма новогодних деревьев. Таким образом, зелёная красавица послужит на благо экологии. Данные ели будут отправлены на КПО «Восток». Там они будут специальной дробилкой измельчены в щепу. Далее щепа будет использоваться в компосте или будет передана производителям мебели. Экологическая акция проводится с 2019 года. Ежегодно сознательные жители Подмосковья грамотно утилизируют новогодние деревья. По данным Министерства ЖКХ Московской области, за всё время было собрано 90 тысяч елей. «Мы надеемся, что в этом году тоже результат нас порадует и как можно больше деревьев отправится на переработку». Всего в Люберевском округе 11 адресов, 11 контейнерных площадок для утилизации елей. И 12 адрес – это у нас мегабак, на котором также можно внести свою вкладку для утилизации ёлок. Пункты приёма продолжат свою работу до 15 февраля. Большинство ёлок станет удобрением для высадки новых деревьев в рамках акции «Наш лес, посади своё дерево» в 2022 году. «Я очень рада, что, видите, она не просто куда-то выкинется, пойдёт куда-то на переработку или на корм животных. Так что, может быть, и не зря, что мы их выкидываем, а в то же время покупаем». Помимо восстановления зелёного фонда Подмосковья, экологическая акция поддерживает чистоту на улицах округа и помогает жителям справиться с сезонным крупногабаритным мусором. Все точки сбора ёлок находятся в доступных местах. Вот и наша ёлка из редакции получит свою вторую жизнь. Дмитрий Гринчев, Денис Иугольников, телеканал ЛРТ. Люберецкие журналисты в неформальной обстановке пообщались с главой округа Владимиром Ружицким. Традиционная встреча приурочена к Дню российской печати. Как прошло общение главы с журналистами, смотрите прямо сейчас. СМИ, если мы говорим в таком широком смысле, то она у нас на территории реально замечательная. Вот такие люди, которые здесь сегодня делают своё дело профессионально, это дорогого стоит. И я скажу, что каждый, кто здесь присутствует, это те, кто пришли в эту профессию осознанно. Более часа Владимир Ружицкий отвечал на вопросы журналистов. Формат общения свободный. Говорили обо всём. О политике, увлечениях, культуре и спорте. Для поддержания физической формы каждое утро глава округа делает зарядку. Минимум 30 минут. Как в юные годы, так и сейчас он увлекается лёгкой атлетикой, горными лыжами, футболом и хоккеем. Мы чистили лёд сами. Мы играли в хоккей где-то начинали с пяти утра до школы. У нас редко у кого была клюшка. Мне за школьные годы, мне один раз подарили клюшку нормальную, будем говорить, фабричную. Я вот в первой же игре её сломал. Плюшки же сами делали. Не обошлись стороной вопрос, связанный с работой. С трудностями главе приходится сталкиваться постоянно. Острый момент остаётся всегда. Важно услышать каждого жителя. Журналисты не только оперативно предоставляют информацию о происходящем в округе, но и обеспечивают обратную связь между властью и обществом. Мы подаём информацию, вы её подаёте абсолютно объективно. Тоже это очень важно. Такая непростая работа, она порой связана с эмоциями, излишними. Это тоже факт. Я вам благодарен за ваш труд. Вот, ребята, девушки, вам огромное спасибо. А ты во свободной обстановке общаешься, можешь задать вопрос, тот, который, в общем-то, не стоит на повестке дня, но тот, который тебя волнует. Глава человек открытый, и он, скажем так, в дружественной обстановке собирает журналистов и спрашивает, что их волнует. За чашкой чая это как бы как в кругу, ну, как в дому, как в кругу семьи. Соответственно, журналисты, которые собираются в неформальной обстановке с такой личностью, они себя тоже чувствуют расслабленно. Медиаланч в Люберцах проходит ежегодно. Общение в свободном формате позволяет вести диалог на равных, а поводов встретиться с главой всегда много. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В картинной галерее чествовали победители проекта «Люверецкие звезды». Начиная с 2018 года эта церемония стала традиционной. Дважды в год глава округа приглашает лучших из лучших, чтобы поощрить за успехи и труд. У нас очень много талантливых, замечательных людей, и мы о них не знаем. А вот подобные мероприятия, они позволяют их каким-то образом найти, привлечь, и, возможно, они о себе скажут, расскажут, и мы таким образом других вовлечем. Принять участие в проекте может любой житель Люберец, независимо от возраста и рода деятельности. Нужно только захотеть заявить о себе. У таланта нет возраста, поэтому среди победителей как юные люберчане, так и старшие поколения. Татьяна Лощенова уже четверть века прививает любовь к искусству учащимся детской музыкальной школы номер два. Сегодня она и ее воспитанники в числе победителей. Ощущение, конечно, волшебное, потому что это мои ребята, которых я воспитала действительно с 5-6 лет. Это у меня сейчас золотой состав мой, которым я горжусь, которым мы прошли международные и областные конкурсы. Выпускница 20-й гимназии Полина Хомякова трижды побеждала на всероссийских соревнованиях по легкой атлетике в беге на 400 метров, а в прошлом году заняла первое место в составе сборной Московской области в финале пятой летней спартакиады молодежи России. Очень круто, что у нас существует такое сообщество «Люберецкие звезды», потому что сразу видно все таланты, все таланты «Люберец». Это, мне кажется, очень сильно мотивирует местных жителей. Девятилетняя рекордсменка Ксения Лукина с легкостью подтягивается 50 раз. На достигнутых результатах она не останавливается. И сегодня она абсолютный победитель «Люберецких звезд». Мы пытались участвовать везде, где можно. Занимайтесь спортом, чтобы вы тоже получали айфоны здесь. В заключение церемонии выступил вокальный ансамбль «Детство» под руководством Татьяны Лощеновой. И глава пригласил победителей для общей фотографии. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. «Люберецкий военный аэродром» отметил юбилей. До 60-х годов здесь дислоцировались авиационные части, в том числе знаменитый 16-й истребительный авиаполк ПВО. В годы Великой Отечественной войны он осуществлял прикрытие Москвы с воздуха. Этому аэродрому исполняется 90 лет. Он ведет свою историю с 1932 года. В музее Кадетской школы открылись сразу две экспозиции. Одна из них посвящена 90-летию со дня первого полета с Люберецкого военного аэродрома. Он помнит имена Александра Покрышкина, Василия Сталина, Тимура Фрунзе, Степана Микояна и других легендарных летчиков, многие из которых стали героями Советского Союза. Отсюда летали летчики. В наших городках живут ветераны и Великой Отечественной войны, и ветераны военной службы, настоящие сыны Отечества. И задача нашего музея – рассказывать об этих людях. Среди экспонатов и фонарь для аэродромного ручного освещения. Он выпущен в 1941 году и не где-нибудь, а на Люберецком механическом заводе. «Сигналы могли быть вот такие. Вот этот фонарь, может быть, и служил на нашем Люберецком аэродроме». Более 60 лет назад был совершен последний вылет с аэродрома. В настоящее время почти вся его территория застроена жилыми домами. О том, что здесь когда-то был военный аэродром, напоминает только ангар для самолета. «Узнать его на этом». Другая экспозиция «Нам выпала честь покорять небеса» посвящена заслуженному военному летчику СССР Владимиру Ялину. «Экспозиции мы порассказываем о том, где он летал, как он летал, на каких самолетах». Макеты самолетов изготовлены учениками кадетской школы на занятиях по авиационному макетированию. Под руководством Сергея Карповича ребята сделали уже три макета в масштабе 1 к 25. На двух из них, в том числе Ан-22 Антей, летал Владимир Ялин. «Самолет приняли на вооружение через два года. Мы уже два потеряли, два экипажа потеряли. Мы в Вьетнам полетели, на Дальний Восток полетели, в Перу полетели. Мне сказали, выпадите первую». Ялин и сегодня первый. Старше его в военном городке фронтовиков нет. История должна быть овеществленной, говорит Ирина Вартанова. И музей кадетской школы является тому примером. Богдан Колесников, Денис Зугольников, телеканал ЛРТ. В спортивной школе Олимпийского резерва городского округа прошли чемпионаты первенства Московской области по толканию ядра. В них приняли участие около 50 спортсменов. Наша съемочная группа следила за соревнованиями. Толкание ядра – олимпийская дисциплина легкой атлетики для мужчин с 1896 года. Женщины выступают с этим снарядом с 1948-го. Этот вид спорта остается популярным по сей день. «У нас чемпионат первенства области проходит всегда в Щелково, в Манеже. Но там нет сектора для толкания ядра. Решили попробовать в Люберцах. Спросили у директора на эту тему. У нас был директор Павел Славекович Софин. Он сам толкатель ядра, бронежный чемпионат мира. Ну и как бы ему это родной и разрешил». В Люберцах чемпионат проходит уже пять лет. В нем принимают участие спортсмены из Люберц, Коломны, Воскресенска, Подольска, Клина, Дмитрова, Балашихи и других городов Московской области. Соревнования проходят в четырех возрастных категориях. «Возраст юноши и девушки до 18 лет. Юниорки и юниоры до 20 лет. Это 18-19. Потом молодежь 20-22. И взрослые женщины, мужчины». Один из участников чемпионата – Дмитрий Рощин. Ему 15 лет. Толканием ядра занимается три года. В ноябре на всероссийских соревнованиях Дмитрий выполнил спортивный разряд КМС, толкнув ядро на 16 метров 12 сантиметров. «Хотелось всегда быть сильным, а толкание ядра считает сильные и взрывные качества. Тренировки проходят обычно первые 30 минут – это разминка. Потом мы обычно выполняем броски с мячами. Можем иногда потолкать, а потом несколько упражнений на штанге». Условия участия меняются в зависимости от пола и возрастной категории атлетов. 17-летняя Марина Засорина 6 лет в этом виде спорта. Девушка хорошо разбирается во всех нюансах первенства. «Девочки, например, до 17 лет толкают тройку, после 17 они вступают в более взрослую, толкают 4 килограмма. Мальчики же до 16 толкают 4 килограмма, а после 16 берут пятерку. И с каждым возрастом ядро увеличивается. У мальчиков до 7 – 250, а у девочек четверка – это последний вес». Всем участникам дается по три попытки. Восемь спортсменов с лучшими результатами получат еще три. Так определяются лучшие из лучших. Но при этом важно помнить о правилах. «Если человек ядро бросает, ему попытка не засчитывается, потому что нужно именно толкнуть ядро. От шеи толкнуть, а некоторые отрывают и пытаются бросить. Все это уже не засчитается. Потом оттолкнул ядро человек, он должен выйти назад. Вот там есть такие усы. Если он выйдет вперед, он тоже попытку не считает». На чемпионате и первенстве Московской области по толканию ядра Люберецкий округ представили 10 спортсменов. Участники с лучшими результатами отправятся в Пензу на первенство России. Дмитрий Гринчев, Денис Угольников, телеканал ЛРТ. Федерация самбо городского округа Люберцы подвела итоги 2021 года. В этот же день во дворце спорта «Триумф» состоялись и новогодние соревнования. Более 300 юных самбистов поборолись на ковре за призовые места. Подробнее в нашем следующем сюжете. Прошлый год принес в копилку Люберец несколько значимых наград. Юрий Рогачев стал бронзовым призером на первенстве России. А чемпион ЦФО по самбо Иван Захаров вошел в состав сборной страны. «По итогам хочу отметить, что федерация самбо городского округа Люберца показала отличные результаты, как и по количеству занимающихся в округе. Динамика очень сильно растет». Люберецкие самбисты, ставшие в 2021 году победителями и призерами чемпионата ЦФО и первенства страны были отмечены наградами. Михаилу Андрееву присвоено звание «Мастера спорта России». «Самбо в целом очень хороший выбор для спортсмена. Оно позволяет тебя быть сильным, выносливым, добиваться своих целей, заставляет тебя лучше обращаться своим временем». Пока юные самбисты разминаются перед соревнованиями, болельщики заполняют зал, а организаторы раскладывают награды. Участников много. Финальные схватки состоялись уже под вечер. «Сегодня у нас принимают участие юноши от 2009 года рождения и младше. Борьба будет происходить в разных разделах. Это и борьба самбо, ну и для малышей специальные соревновательные конкурсы, которые содержат элементы борьбы самбо». Никита Бугаков пришел в секцию самбо, чтобы научиться самообороне и защите. Этим видом спорта занимается три года. Сейчас ему девять лет. В схватке Никита одержал победу. И на достигнутом останавливаться не намерен. «Мечта быть чемпионом мира по самбо». Федерация самбо в округе создана осенью 2017 года. В Люберцах работают 10 отделений, в которых занимаются более 500 ребят. Многие из них сегодня продемонстрировали свои спортивные достижения. А на этом выпуск завершен. Еще больше подробностей смотрите на нашем сайте lrt.tv или в социальных сетях. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин